Девушки отдыхают Это долгий путь, который занял 15 лет Тимати 15 лет назад Это величайшее явление, наверное, для российского шоу-бизнеса Он был моим кумиром Я вырос на его песнях, тогда я слушал То есть я балдел Мистер Блэк Стар с нуля построил целую империю имени себя За моей спиной огромная команда Пашу, Вальтер И это вся структура лейбла Блэк Стар Ты такой трудоголик, он вообще не спит Всегда приходится по два часа спать Смотри, иногда вообще не сплю Он просто везде успел, товарищи Пока вы все сидели, он везде успел Тимати прорубил окно в ЛА Записал фиты с суперзвездами О которых раньше наши артисты И мечтать не смели Пидиди, Снуп Дог Все знают в России одного человека Он стоит перед вами Именно мистер Блэк Стар и его команда Дали путевку в жизнь артистам Без которых сейчас шоу-бизнес Сложно представить Ты так уж вышла, что все знают Кто такой тематик У меня около 26 концертов С площадки на площадку С перелета до перелета Тимати для меня, наверное, в первую очередь наставник И человек, который дал жизнь большой песне Дерзкая Слышь, ты че такая дерзкая Кока Клава Клавдия Кока Вы громко услышите ее имя В 2020-м Тимати ставит себе новую цель На поезде по имени Хайп В компании Моргенштерна Славы Мерлоу и Дани Милохина Я бы вывез это сам Но я с легкостью готов Отсыпать хайпо старикам Въехать в новую музыкальную эру Даже если для этого придется разрушить Образ старого Тимати до основания Пошел ты в б***ю, Тимати Меня бесит все, что ты делаешь И покинуть собственный лейбл Тимати стал делать лучше Что? Когда ушел из Блэк Стара Однако фрешмены, которые диктуют Свои правила в шоу-бизнесе Не спешат принимать Блэк Старичка В свои ряды Так и норовят отправить Тимура Эльдаровича На покой Не дотягивает Есть еще люди, которые делают свежее Его лучше, него Мне кажется, ребята помладше Смотрят уже немножко на других ребят Фит с Дани Милохиным у него есть, да? Можно заканчивать карьеру? Легко Я уже достаточно близок К тому, чтобы закончить свой творческий путь Потерпите меня еще пару годков Неужели Тимура Юнусова Все-таки съели молодые до ранние? Старый путь со сцены Легендарный остается Давай, встаем Бомбир Спасибо, всем мире Трек снова я напиваюсь Обогнал Обогнал Тимати опять Тиман говорил Вот, вот, вот Новый Rolls-Royce Вот этот джекпот Говорил Слава, отойди, подвинься А я опять его опередил Правда ли, что Тимур Ильдарович Завидует молодым артистам И пытается выжать их со сцены? Тимати сказал, что я попахиваю Что ты пахнешь? Да Воняешь? Да Молодые всегда стреляют Ну вот, сколько будет вот срок годности этого продукта Это большой вопрос Почему черную звезду побаиваются коллеги? Это знак Люцифера Взамен ему идет слава, успех Он может расплачиваться душами своих близких Есть какая-то мистика Не преступные действия, а какая-то действительно мистика Как получилось, что самый завидный жених страны Мой мальчик Мой мальчик Так и не смог построить семью Какие вопросы мне лучше подавать? Типа ходят слухи, что я *** что ли Пусть кто-то попробует мне это в лицо сказать Я ему поправлю лицо немножко Бесконечные сплетни Борьба за место в топ-чартах И одиночество Представь по ночам За спиной шаги Спят давно друзья Но не спят враги Какую цену пришлось заплатить золотому ребенку За свой сумасшедший успех и популярность Я опять один по жизни С топом номер один Я как в конце 90-х Я новый русский от рэпа Хотя я в общем не русский Ладно, не будем об этом Я заработал свой каш Слагая рифмы в куплеты Пока ты честно стремился стать динеальным поэтом Мистер Блэк Стар Скорее мистер Зашквар Даже в пандемию, когда артисты сидят по домам И слабо себе представляют, что делать дальше Тимати занимается тем Что у него получается лучше всего Ловит хайп Для начала в прямом эфире с Настей Ивлеевой Разбивает новый смартфон Прошу без дальнейших комментариев Что лучше их отдали по малоимущим Для малоимущих мы действительно делаем немало Но как бы спор есть спор Я его выполняю Давай Я его успел Тимати поджигает себе руку И прокалывает губу иглой Убирай нахуй Затем мистер Блэк Стар Берет первое интервью у Джигана После того, как бывший артист его лейбла Попадает в рехап в Майами Вопросы прямо в лучших традициях Андрея Малахова Как там Оксана? Как Ксюха там поживает? Как она? Да нормально все Кто меня и спас, как моя жена Рэперы не общались пять лет Но теперь, раз такое дело Тимати в каком-то смысле вновь становится продюсером Джигана И втаскивает его в шоу-бизнес при помощи фита У петушков бандит жизнь удалась Ты думал, я не вернусь Сорян, Васья Обставляет Тимур Эльдарович все красиво Чтобы привлечь побольше молодежи Приглашает заслуженного тиктокера России Даню Милохина Если ты не понял, это мой контент Это мой контент И между делом в треке успевает задеть Ксению Собчак Не пускай кто-то скажет, что блондинка не в соку В интернете есть видос, где я пилю доску Порно с Тимати? Не смешите мои седины Прикинь, ты приняла это в свой адрес Тимати вроде бы намекает на эротический ролик Который совершенно случайно оказался в интернете Прямо перед премьерой клипа Потанцуй со мной в 2007 году Малыш, поставим эту штучку туда и займемся делами Ведь у меня самая дерзкая подруга И все хотят с ней петь Касается меня и остальное Это как бы ерунда Но те, кто это сделал, я по-любому их найду Я так не оставлю По идее, тогда Тимати должен был искать сам себя Поговаривают, что видео специфического содержания Он специально выложил в сеть, чтобы распиарить новый клип Ксения Анатольевна и мистер Блэк Стар Обмениваются любезностями в соцсетях Совсем парень рехнулся Ты по факту оказалась гораздо тупее, чем я думал Выясняется, в хавчике он имеет в виду доску для серфинга Которую распилил в прямом эфире с Настей Ивлеевой Вероятно, это была месть от черной звезды За неловкую ситуацию, когда Собчак в присутствии мамы рэпера Симоны Яковлевны в шутку раскритиковала его девушку Анастасию Решетову Малыш маленький вырастет и вот с такой вот будет на церемонии ходить Понимаете? Ужас! Подпитавшись с Ксенией Анатольевной, Тимоти окончательно уходит в отрыв Со скандалом покидает компанию Блэк Стар, которую сам же и основал с друзьями детства Пашу и Вальтером На прощание бросив в адрес бывших товарищей такие вот строчки Я не знаю ни одного человека в этом мире, который бы сделал для него больше, чем сделал я Ему захотелось хлестануть или на этом схайпиться Ну пусть это сделают, я переживу Обидно, как говорится, обидно, досадно, ну ладно Когда общность интересов растворяется, ну я к этому ему заключению пришел сейчас То и дружба начинает потихонечку выдыхаться А остальное это просто название Вот от того, что только название, наверное, можно избавляться Тогда все предполагают, Тимоти просто устал вкладываться в других артистов И хочет заняться своей карьерой Вы можете куда-нибудь, все исчезнут? Пашу между тем рассказывает Тимур Эльдарович уже давно оставил в стороне лейбл и музыкантов То есть всеми артистами с точки зрения музыки, да и вообще в принципе карьеры Занимались полностью, мы сами Тимур А с октября месяца уже не принимал активного и даже на никакого участия в этом Возникает вопрос, от чего же рэпер так устал? По другой версии, Тимоти хочет уделить внимание семье Он как раз недавно стал отцом Анастасия Решетова подарила ему сына Ратмира 13 килограмм набрала и через 2 месяца уже была в прежней форме Идеальный отец я бы был бы, если бы я там не работал Если бы регулярно там поступал, вот насчет бесконечного Я занимался бы только детьми с огромным удовольствием Но пока, к сожалению, не могу себе позволить пенсию Спасибо Но вскоре эта ракета, символ Тимура Ильдаровича Избавляется и от еще одной ступени в виде матери своего годовалого ребенка Тимоти и Решетова объявляют о расставании Хейтер Анастасии счастливы Прилетел к ней бумеранг Расскажи, ты сегодня пришел с подругой? У нее у нас целая компания, друзья-подруги По слухам рэпер закрутил роман с Решетовой, когда его другая девушка Алена Шишкова была еще беременна И в итоге оставил Алену, когда она родила ему дочь Алису Она такой ребенок необычный, и она скорее меня больше Мам, не волнуйся, все будет хорошо История вроде бы повторяется У меня теперь есть и дочка, и сын Ну, как бы программа минимум выполнена Вскоре Тимоти огорошивает очередной новостью Он собирается искать новое счастье на проекте «Холостяк» Что хотите, то и думайте Образ идеальной женщины с возрастом у меня менялся Вот если я раньше смотрел на одни показатели Теперь, наверное, я больше интересуюсь другими Образованная, умная, добрая Чем Решетова не подходила по этим параметрам, не совсем ясно Да и вообще складывается ощущение Что рэпер ведет какую-то свою, одному ему понятную игру Почему Тимоти из раза в раз Вписывается в скандальные и не всегда работающие ему в плюс затеи Что это? Маркетинговый ход или магический ритуал Который странным образом приносит успех черной звезде? Тимоти Ты же Москву хорошо знаешь Подожди, подожди Я хотел узнать, где можно бургером хлопнуть Это издевка от Дани Милохина в клипе «Хавчик» Намек на клип «Москва» от Тимоти Игуфа Тот видеоролик получил рекордное количество дизлайков И Тимоти его удалил Но, как сейчас считают эксперты Все это было заранее спланированной акцией Миллион лайков можно увидеть достаточно часто А вот миллион, допустим, дизлайков Это уже определенный информационный повод Об этом сразу начинают говорить Пусть даже и со знаком минус Зашквары, да, такой кринч, он наоборот Как бы дает только плюс артисту Плюс еще Тимоти хочет быть первым везде И, наверное, быть первым среди тех Кто максимально зашкварился Он тоже хотел быть Странные истории вокруг фигуры Тимоти Множатся в геометрической прогрессии После выхода суперуспешного дуэта «Эль Проблема» с Моргенштерном Выясняется, этот ларчик был сюрпризом Все, вы все это время слушали пердеж Оказывается, продюсер трека Слава Мерлоу и Алишер Тагирович Решили таким образом пошутить над Тимуром Ильдаровичем Сделать основной звук И стыдно сказать, чего Молодняк в восторге Это ж угарный, ну да, почему бы и нет, это смешно Ну а что Тимоти? Они пошутили, потом я пошутил Я по-другому, они по-другому У всех же разный юмор Как пошутил в ответ Тимур Юнусов, неизвестно Но в итоге Слава Мерлоу и Алишер Моргенштерн Перед ним извинились Мы бы хотели принести свои искренние извинения Тимур Ильдарович Но тот словно напрашивается на оскорбление Приходит в шоу «Прожарка», где выслушивает Не самые приятные шутки о себе Артист такой величины, кстати, у нас впервые Поэтому мы поставили специальные лупы на камеры Чтобы тебя было видно Я сейчас, кстати, не про твой рост Я про талант Вообще, кумир Тимоти — это Илон Маск И его бизнес-модель — это н*** в космических масштабах Тимоти недоучился в высшей школе экономики Чем, кстати, там очень гордятся Интересный факт Невозможно представить ситуацию, в которой кто-то говорит «Давайте послушаем Тимоти» Зачем это нужно рэперу, не совсем ясно Тем не менее, в шоу-бизнесе ходят слухи Возможно, это обряд унижения Через который проходят так называемые иллюминаты Члены тайного оккультного сообщества Когда их посвящают в высший ранг Якобы странный загул Джигана в Майами Был именно таким ритуалом Недаром в его инстаграме появился снимок в обнаженном виде Но ты не масон Масон В Майами Джиган пересекается со Снуп Догом И называет его своим крестным отцом Обратите внимание На одежде американского рэпера изображен знак тайного общества А под фотографией с ним стоит хэштег «Семья» А ведь Снуп чуть ли не закадычный друг не только Джигана Но и черной звезды Мы давно знакомы с Тимоти снимали вместе клип Про Тимоти давно поговаривают Якобы он тоже связался с тайными сообществами И действительно на многих концертах и тусовках Блэк Стар показывает странные знаки Есть знаки, скажем так, той же Козы Одно из проявлений Бафомета Два пальца вверх Знаки умышленные, они все обоснованные Кровью подписывается договор Продается душа Но взамен ему идет слава, успех Странную распальцовку Два пальца вверх Использует и Ольга Бузова При этом певица, не обладающая Особыми вокальными талантами И впрямь невероятно успешна Самое главное быть в обойме Я в обойме и меня это радует Сам Тимоти на шоу, что было дальше Отрицает связь с тайной организацией Правда, что вы масон, только честно? Да нет, конечно Да, первое правило масона Потрясает, что ты масон Глава масонской ложи в России Андрей Богданов рассказывает Тимур Юнусов действительно не из их компании К нам ни в одну ложу Тимоти не приходил Эти знаки, кроме масонов, мы не можем никому показывать Поэтому вы не увидите масона секретом знака Но зачем тогда эта символика Тимоти? Коллеги рэпера предполагают Может быть, он нарочно нагоняет мистику Копирует западных исполнителей А может быть, мы многого не знаем? Я что-то подозревал в нем, знаешь Вот что-то походу есть Странное, он какой-то такой-то загадочный Ну поверьте мне, это полная ерунда Можно показываться Но ни к чему это и может не привести Ну, честно сказать, я вообще во всю эту историю верю Более того, я даже знаю Не буду называть имен, кто находится в этих всех историях Я и не верю, и вроде верю В общем, мне не знаю Скорее всего, закос, конечно В принципе, это что-то интересное На закосе подзападных исполнителей Тимоти ловят давно Якобы чуть ли не все песни и клипы Блэк Стара Это слегка переделанные композиции зарубежных рэперов Канни Уэста, Рианы Можно иногда погибнуть города, в которых тесно тебя. I'm here to find a night to go someday. Take me to York, I'd love to see you. My style of sex in the shower is fresh as fuck. I'm sorry, I'm sorry. Пока еще ты не сказала мне. Посмотри, мне не связать этот цвет изнутри. Тимур Эльдарович и не скрывал никогда, вдохновляется. Безусловно, можно найти какие-то схожие с западными мотивами. Я подвержен влиянию других артистов, которых я уважаю, и чье творчество я ценю. Я очень часто слышу какую-то композицию. Мне безумно хочется сделать что-то, тоже что-то такое, но я не могу сделать один в один, как делают они, потому что это уже сделано. Впрочем, вскоре все эти сравнения начинают раздражать черную звезду. На съемках клипа «Утесов» с Эльваном он объявляет больше никаких подражаний. Должна быть куча золота у негров, должны быть полуголые девицы, должна быть обязательно пальма и шампанское. Это все дольется, да? Мы решили так больше не делать. И, собственно говоря, вот имеем здесь российский флаг. Чуть позже выясняется. Аналогичный клип, только с американским флагом, уже сняли Джей-Зи и Канни Уэст. Возможно, и тайные знаки Тимур подсмотрел как раз у Джей-Зи, Бьонсе и прочих. Но что, если не только подсмотрел? Пусть в кулуарах ходят разговоры, Что я открыл свой ящик Пандоры, Что с небесами я сейчас ссори, Что с демоном вступил в переговоры. Ведь кое-что в теории заговора сходится. Нет ангела-хранителя уже после того, как человек продает свою душу, То он может расплачиваться душами своих близких. Теперь ему остается только с этим жить. Многие люди, мои знакомые, уходили из жизни так рано, И так неожиданно, что это даже меня пугало. С самого начала творческого пути Тимура Юнусова и его окружение Словно преследует злой рок. Познакомился с Тимати Леня Нерушенко. Помните, такой был парень в группе «Динамин»? Разбился он потом на мотоцикле. Через несколько лет в страшной автоаварии Разбиваются друзья Тимати, Член группы «Банда» Ратмир Шишков и Дима. Поехали на опознание. Там нечего было опознавать, там они просто ускорили. Разные версии были, что их похитили, удерживают в плену. Есть какая-то мистика. Не преступные действия, а какая-то действительно мистика. Через два года автоавария уносит жизнь диджея Дли. Мы не покинем клуб, пока играет диджей Дли, Дли. Который помог рэперу спродюсировать дебютный альбом «Блэк Стар». При загадочных обстоятельствах умирает Кирилл Толмацкий, с которым Тимати в свое время начинал свой творческий путь. Мои слезы, моя вечерка. В память о нем Тимур выступает на одном из телеканалов со специальным номером. Я вряд ли сказал бы все это в лицо тебе, гордость. Но ты честь моей истории, именно молодость. Как Тимати потерял лучших друзей и настроил против себя самых авторитетных персон в шоу-бизнесе. И почему, несмотря ни на что, обрел статус звезды и стал легендой. Деньги, слава, сила, власть. Сегодня ты стоишь, завтра можешь упасть. Бизнес, риск, шаг из спиной. Ответят на вопрос, легко ли быть мной. Плачут небеса. Йо, Москва, как дела? И мечтаю. Плачут небеса о тебе, о тебе. Молодые, дерзкие и очень талантливые. Такими увидела страна Тимати и его банду на фабрике звезд. Девчата прыгали под колеса наших автобусов, раскачивали машины, в которых мы находимся. Тимати! Тимати лучше! Прикольно, необычно. Я очень выделялся на то время, прям вообще. Мне он очень нравился. Это группа банда была. Состав группы банда. Доминик Джокер, Ратмир, Настя, Тимати. Я подумал, а вот это что-то отличается у нас в России. И было интересно, что дальше будет. Тимуру, по сути, повезло. На одной из фотосессий его заметил продюсер Евгений Орлов. Пригласил на прослушивание и буквально уговорил Игоря Крутого и остальных продюсеров взять парнишку на фабрику. Тимати, когда стал петь, все поняли, что он не сильно в нот это попадает. Я говорю, ребят, ну, он нам нужен. Бездарности сами пробьются. Талантам надо помогать. Но другие времена, другие песни. То Тимати же пришлось уговаривать, причем довольно долго. Какая еще фабрика звезд? Это не по-пацански, ты чего, брат? На тот момент Тимати уже тертый калач в шоу-бизнесе. Начинал он как бэк-эмси у Дэцла. Мой друг Тима, включился в новые пластинки. Дарвин, как тебя зовут? Тим. Тим. Вот, он толком не умел читать, он только был в начале своего творческого пути. То есть ему там, отчасти я писал текст, отчасти легала из Влад Вала. Да, в какой-то момент они были прямо очень друзьями. Дэцл, как и Тимати, стал делать себе, первый Тимати сделал себе эти драйды. Парни познакомились в школе хип-хопа. Ездили на гастроли, тусили вместе. Вы посмотрите, он мне глазки строит. Кто ты, кто ты, кто ты? А кто ты, кто ты, кто ты? Но от увольнения это не спасло. Юного Тимура, как говорится, попросили со сцены. Он как бы, ну, забил на тренировки, репетиции, посчитал, что он все умеет без этого. И был как бы уволен. Дела шли в гору, и как бы меня тоже стали очень много узнавать. И, соответственно, его отец увидел во мне большого конкурента и сказал об этом сыну. Тимати всегда был таким парнем двойственным для меня. Он легко подставлял людей, которые находятся рядом с ним. Он все время пытался, так сказать, находиться рядом с чьей-то Славой. На какой-то момент они меня отсекли. Ну, сославшись на то, что там я недостаточно хорошо работаю. Саунд-продюсер и наставник Дэцла Владвалов рассказывает. Уволен Тимур был по объективным причинам. Не, он не тянул. Он был плохой бэк-эмси. Он слабый. В итоге Тимур Юнусов с другом детства Павлом Курьяновым, известным как Пашур, создает свой коллектив VIP-77. Здесь Тимати и весь VIP-77. Трек-группа под названием «Фиеста» – этакий русский ответ «Фиесте» от Аркелии Джей-Зи. Фиеста, фиеста, фиеста. Довольно быстро разлетается по столичным клубам. Фиеста, фиеста. У нас фиеста. Лоханцы с фиеста. На тот момент Юнусов по большому счету мало чем отличается от тех самых лохов, которым места нет на классных вечеринках. У него обеспечены и родители, но денег ему не дают. Мой отец с детства сумел во мне воспитать такие качества рвения и желания работать, поскольку он мне никогда не давал свободного кэша. Достается Тимуру и за нестандартную внешность. Кадры из фильма «Жара», где Юнусов убегает от суровых бритоголовых парней, по сути, описывают его будни. В конце 90-х, в начале 2000-х было огромное движение скинхедов, я всегда был темненький. Выгребать приходилось не один раз. В итоге Тимоти фактически придумывает себе образ парня-мажора, у которого есть все, того самого золотого ребенка. Равнодушных нет. За вравшегося парнишку публика любит и ненавидит одновременно. Хейтеры прямо во время выступления показывают ему неприличные знаки. И бросали там бутылки, и бросали там зажигалками. Ну, как бы, это было непросто. Еще бы, ведь образ мажора юный артист отрабатывает на 100%. Если у хип-хоп-звезды с собой нету хотя бы 30 тысяч, это ненастоящий ремень. Ремень Dolce & Gabbana, жилетка McQueen, очки Chrome Hearts. Я, когда был маленький, смотрел на дорогие кожаные куртки, не мог себе этого позволить. А мне их не покупали, потому что всегда говорили, вырастешь, заработаешь, купишь сам. Я вырос, заработал, теперь покупаю, покупаю, покупаю. Впрочем, кое-что с золотой молодежью его роднит. В 13 лет отец отправляет его учиться в Америку. Там парнишка и проникается хип-хоп-культурой. Но, как потом выясняет Тимоти, родители отправили его за границу не только для обучения. Именно в этот период отец Тимура разводится с его матерью Симоной. У меня встречались на самом деле такие подростки и такие потом уже впоследствии взрослые люди, которых отправляли за границу, родители которых разводились. И пока они решали свои взрослые проблемы, ребенок оказывался ненужным. Желание доказать, что ты первый, что ты лучший. И не просто одному человеку, а миллионам людей, миллионам женщин, как в случае Тимоти, имеет место быть. Жадностью цеплялся за каждую возможность. Мое безумное стремление пробиться и сделать. Сделать это самому, доказать всем, и в том числе своим родителям, что я способен делать вещи сам, что я не оранжерейный овышь. Так Тимоти встает на путь достигаторства. И его уже не остановить. Деньги он делает буквально из воздуха. Продает возможность потусить с ним на яхте. Ну, на двоих 160 долларов. Я вот ребенка провела на концерт 14-летнего, который его фанатом является. Мы ждали песен, мы ждали хорошей музыки, танцев. Спросите, что мы получили? Что вы получили? Ничего. Новостейные сводки пестрят заголовками о его скандальных выходках. Подрался с фотографом. Хватит, 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 хватит. Стоять. Стоять. Выяснял отношения в аэропорту с Владом Топаловым. Малыш, что ты *** там для Тимона? Что он там типа *** и все такое. Вот сейчас выясняется, кто из них *** сам. Пусть кто-то попробует мне это в лицо сказать. Я ему поправлю лицо немножко. Мы можем встретиться на ринге и выяснить отношения легко по-мужски, если он такой мужик и такой крутой. При этом о его романах с девушками слагают легенды. Тимоти чуть ли не главный Казанова середины нулевых. Я никогда не читал свои татуировки так же, как никогда не читал своих женщин. Мой мать! Мой мать! Мой мать! То он строит любовь с Алексой. Самая лучшая пара 2004 года. Вы еще не поженились? Нет. То целуется с Машей Малиновской. Влад Валов только руками разводит. Казалось бы, еще вчера этот малец был никем. А теперь он везде. Фабрика звезд, он там что-то про плачут небеса спел. Я, блин, так ржался ты, что это такое? Давай я тебе лучше хит нормально напишу. В итоге он сам решил все делать. И он сделал. Хип-хоп продал в поп-музыку. Как бы тогда была такая эра хип-хопа, либо совсем попсы старый. И как бы совсем попсу нас никто, соответственно, нас там никто не ждал и не пускал, мы были малолетками. А хип-хоп нас не очень признавал. Между тем неугомонный Тимур и его команда наживают довольно статусных врагов. Яна Рудковская долго не может забыть, как Тимати попытался спеть дуэтом с Нелли Фуртада. Хотя изначально заморской дивой должен был выступать Дима Билан. Мы делали концерт с Нелли Фуртада, Тима залез на сцену без спроса. Из-за чего была драка, и ему выбили зуб. И менеджер Нелли Фуртада подошел к ней. Подвел Нелли Фуртада к Тиму и говорит, я слышал, что ты крутой такой рэпер, Лисмис. Мы хотим, чтобы ты поднялся на сцену, а не этот Дима. И исполнил с нами трек, Тим сказал, не вопрос. Я проводила этот концерт. И когда он забирался на сцену, он прежде всего должен был попросить разрешение у меня. Такая история из 90-х. Какие-то разборки, какие-то между собойщики. 2008 год. Надо понимать, что это было за время. Это время гегемонии Димы Билана на российской эстраде. Тимоти ведь тогда все-таки еще только начинал сольную карьеру. Он просто пришел в гримерку к Нелли Фуртада, преподнес ей бутылочку водки, вот тут заметьте, в форме автомата Калашникова. Неплохой такой подарок, да, для зарубежной певицы. Дальше больше. Тимур Эльдарович поддевает самого поп-короля Филиппа Киркорова. История такая. Тимоти обиделся, что на премии не получил тарелку. Если вы адекватный человек, вы сразу понимаете, что победители стоят перед вами. Филипп Педросович попытался его вразумить. В итоге получил вот такую ответку. Хотел помериться с новой школой, но оказалось, что маленький король голый. Этот замес едва не стоил ему карьеры. Те, кого знал Фил, он всем набрал и сказал, значит, дословно, вот с этой обезьяной, чтобы никто дела не имел, чтобы следа от него не осталось. Он сказал всем организаторам, я не выйду ни на один фестиваль, если Тимоти будет. На тот момент Тимоти переживает драму в личной жизни. На съемках клипы «Лондон» с Григорием Лепсом он повредил спину, упал с 10-метровой высоты на бетонный пол и оказался буквально прикованным к кровати. Именно в этот момент от рэпера уходит возлюбленная. Когда я две недели провел в горизонтале на койке, моя бывшая собрала вещички и отправилась на поиски лучших условий. Потерял девушку. Но она не ушла из жизни. Просто из моей ушла. Если сопоставить даты, получается, что той роковой дамой была Мила Волчек. Ее зовут Мила. То она, моя женщина. Они то расходились, то снова сходились. Посвящали друг другу романтичные видеоролики. Каждый час, каждый миг я шепчу, любимый, ты один в моем сердце. Я люблю тебя, Тима. Поговаривают, что после этого расставания Юнусов разочаровался в девушках. Единственная женщина, которой он действительно доверяет, мама. Я понимаю, что это жизнь. Что сделаешь? Зато через некоторое время «Блэк Стар» мирится с поп-старом. Филипп Киркоров и Тимур Юнусов выпускают совместный трек. Тимати рассказывает, повлиял на него Григорий Лепс. И мне Гриша Лепс все время говорил, «Крестарик, ну так некрасиво, в общем. Ну ты видишь, он старше тебя, ты его оскорбил». Мне в голову пришла идея, ну, действительно, столько времени прошло, эта тема просто неактуальна. Жизнь одна, зачем ее тратить на бессмысленные, нелепые обиды и ссоры? А кто первую руку притернул? Да как-то само собой получилось. Тимати даже вручает Киркорову тарелку на премии Муз-ТВ. От души, душевно в душу. Под ваши аплодисменты. В итоге все остаются в выигрыше. Помириться и вместе что-то творить. Это круто, когда ты отпускаешь все плохое и продолжаешь жить, наоборот, с добрыми какими-то намерениями. Это очень хорошая черта. Мне кажется, у Тимати этому нужно поучиться. Вовремя помириться — суперспособность рэпера, которую он начинает использовать просто мастерски. Когда Тимати покидает собственную компанию Blackstar, репутация у лейбла не самая лучшая. Но лейбл, очевидно, на издыхании был. Раньше, лет 15 назад 10, это было очень модно. Все рвались в Blackstar, а сейчас есть более популярные лейблы, более интересные запросы от них. Пашу и Тимати выглядят как карабасы-барабасы, которые только и делают, что пытаются забрать у своих артистов имена и треки, когда те пытаются с этого лейбла уйти. У Эльвана... Сейчас Эльвана нету. Кристины Си. Я всех люблю. И безуспешно у Егора Крида. Мы подписали еще 6 новых артистов, об этом особо не публикуем, чтобы никто не ставил на них клеймо старого Blackstar. Тимур Эльдарович в итоге сближается с артистами, которых в свое время увольнял из компании. Алло. Алло, Егор. Привет. Это Тимати. Ему это было необходимо. Вот он так почувствовал, он так сделал. Ну, как бы он... Даже с Жиганом я не мог представить, чтобы такие параллели сошлись. Теперь ситуация выглядит так, будто злым полицейским все это время был Пашу. Ты, я не знаю, сегодня или вчера выставил фотку с Егором и написал Фридом. Твой вот этот пост, он очень неправильный. Покалывайтесь, ребята. В этом и проблема Blackstar. Вы очень на серьезных щах, брат. Ну, а Тимати якобы всегда желал мира. Да, абсолютно точно. Джига, Егор и Тима, они друзья. Да нет, все... Планы очень большие. Но что на самом деле творится в душе у Тимати? Счастлив ли он, когда выключаются софиты? И к чему в итоге пришел мистер Blackstar, покинув Blackstar? Стал ли Тимати делать лучше, когда ушел из Blackstar? Вот Егор Крид шутит как раз на эту тему на съемках совместного клипа с Тимати и Джиганом в «Звездопад». Тимати ушел из Blackstar. Ништяк. Но Blackstar не ушел из Тимати. Воруем клип. Но делаем чуть-чуть по-своему. Вот видите, у нас есть клип, чтобы как там. Но мы сделаем розовую. Подобный видеоролик как раз выпустил Дрейк. В главной роли, правда, не Крид, а Джастин Бибер. Тимура Ильдаровича снова обвиняют в плагиате. Якобы трек «Эль Проблема» он позаимствовал у Тайга и Ники Минаж. Я знаю, что ты сделаешь для «Грэн Рай». Эклип «Скандал» у доктора Дре, Эйкона и Сноуп Дога. Ты на моей шее, как цель. Я сниму тебя во дворце. Будто бы я хит-мантитцель. Кэпи-энд будет в конце. Тем не менее, Тимоти и его путь в шоу-бизе становится новой классикой. Тема из его трека «Я буду ждать» похоже, вдохновляет певца Фогеля. Но Моргенштерн копирует его ходы как по методичке. Тимоти хвастался деньгами, девушками-тачками, шампанским и брюликами. И Алишер Тагирович туда же. Если у хип-коп-звезды с собой нету хотя бы 30 тысяч, это не настоящий. Что вам сейчас надо читать? Ну понятно. А то, что ты... Деньги-то... Да, самый классный, вот это пи*** ты, аху**. Всех, получается, первые везде, да? Ну, смотри, в общем, все то, что я делал 15 лет назад. Тимоти открывает одну кафешку за другой. И Моргенштерн не отстает. Я новый Тимоти. Извините. Чем дальше займется «Блэк Стар»? Чем удивит? Гадает весь шоу-бизнес. «Блэк Стар Эйрлайнс» это вот все, к чему мы идем. Будут черные самолеты, бургеры в меню. И пока ты летишь, можешь нажать на кнопку, тут ты сразу барбер. Я думаю, что ему стоит продюсировать еще своих артистов. Не будем врать друг другу. Он делает это, правда, хорошо. Постоянно развивается, становится богаче. Я недавно видел, что он купил себе яхту. Тоже захотел себе яхту, поэтому буду стремиться к этому уровню. Он зашел в Россию с Ар-Энбишкой. Это... Это легенд, you know? А для меня он, как был, так и остается другом. Хорошим товарищем, очень хорошим человеком. Как всегда, все сначала были голодные. Он, может быть, как бы не к деньгам был голоден, а к уважению какому-то. Но все проходит, и у всех это проходит. Знаете, как кто он будет? Как этот миллионер, который танцует на яхте, кстати. Вот он себе уже яхту купил. Это, смотрите, это туда он и метит. Пока же Тимур Юнусов наслаждается серфингом с дочкой Алисой и учит стоять на доске Аллу, Викторию и Мартина, детей своего бывшего врага. Лучший учитель в серфинге с Тимоти. Я даже не ожидал. Казалось бы, после таких видео в Инстаграме впору делать вывод, что Тимоти постиг дзен и выходит из большой игры. Но нет, рэпер участвует в телепроекте, который с умиротворением особо не вяжется. На всю страну под прицелом миллионов глаз Тимоти будет искать свою любовь. Зачем это ему, не совсем понятно. Деньги? Вряд ли. Тимур Ильдарович с завидным постоянством мелькает в списках Форбс. Любовь? Не похоже, чтобы звезда с таким пробегом в шоу-бизнесе верила, что искренние чувства реально найти вот так перед телекамерами. Тем не менее, история закольцевалась. Тимоти стал известен после реалити фабрики звезд. К реалити и вернулся. По крайней мере, ему точно удалось привлечь внимание собственного отца. Ильдар Юнусов следит за любовными приключениями сына. Смотрю, что это отмороженное там вот варило. Уже крифие мысли. А может быть, это и было главной целью Тимура Юнусова на проекте? Впрочем, кто знает, что он там задумал? Ведь Тимур Ильдарович человек непростой. И когда все думают, что раскусили его и обыграли, обязательно найдет козырную карту в рукаве. Вот the big boys playing big toys. Тимути в клубе знает кто такой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ